За 5 часов мотоциклист проезжает на 259 километров больше, чем велосипедист за 4 часа. За 10 часов велосипедист проезжает на 56 километров больше, чем мотоциклист за 2 часа. Найдите скорость велосипедиста. Ну, давайте составим. Написано, за 5 часов мотоциклист проезжает на 259 километров больше, чем велосипедист, проезжает за 4 часа. Значит, вот оно первое уровень. За 5 часов мотоциклист на 259 больше, чем велосипедист. За 10 часов велосипедист проезжает на 56 километров больше, чем мотоциклист за 2 часа. То есть у нас просто есть система. Система из двух уравнений линейных, то есть первой степени никаких делений, никаких умножений или переменных методов, нет линейных уравнений. Мы должны ее решить. Стандартный способ состоит в том, чтобы избавиться от одной из неизвестных, и тогда получится уравнение только на одну неизвестную, а с ним гораздо легче работать. Для этого, ну смотрите, что проще всего сделать. Вот скажем, здесь, видите, написано 5М, а здесь написано 2М. Давайте сделаем, чтобы здесь было 10, и здесь 10. И потом сложим уравнение. Поехали. 10М это 8В плюс 518. Мы просто верхнее уравнение умножили на 2. Теперь здесь умножаем на 5. Получается, 50В это 10М плюс 280. Так, ну складываем. Смотрите, 10М плюс 50В это 8В плюс 10М плюс 798. Конечно, если бы я для себя решал, я бы никогда так не стал писать, потому что я помню, для чего я все это делал. Чтобы у меня было здесь 10М и здесь 7, и они бы уничтожились. Я бы, конечно, не стал это писать, я бы понимал, что их в любом случае не будет. Ну, ничего, 42В это 798. Значит, В это 798 разделить на 40. Так, первый вопрос. А если бы просили найти скорость мотоциклиста, что бы мы тогда стали делать? Ну, один способ такой. Если мы уже нашли скорость мотоциклиста, то в любое из уравнений представляем, например, нижнее, получается 10 умножить на 19, это 2 умножить на М плюс 56. Разделим на 2. Тогда здесь у нас получается 95, а здесь М плюс 28. То есть, М это 67. Это один способ. А другой способ. Мы не обязаны были умножать вот это вот уравнение на 2, а это на 5. Можно было наоборот сделать, чтобы исчезла буква В. Для этого достаточно было умножить вот это вот уравнение на 5, тогда здесь получится 20В. А вот это вот на 2, тогда здесь тоже получится 20В. Давайте я это быстренько сделаю. Дальше вот здесь я уже не буду писать, потому что я же помню, что В. получается, что это равно 4М плюс, вот это мы умножали на 5, чтобы мне так придется писать. 5 умножить на 259, это 1295. 1295, а здесь мы умножали на 2, значит, плюс 112. Что это значит? 21М, 4М я принес, я исчезла, это есть 1407. Ну вот, утверждается, что если вы 21 умножите на 67, то это будет действительно 1407. Совпало.